егор привет приветствуем но прежде всего хотелось бы вот понять список лыжников который с которыми это работал по ходу сезона это татьяна алешина аида боязитова полина кальсина христина мацокина полина некрасова анна нечаевская сергей ордашев алексей виценко кирилл келевнюк илья порушкин на все так 10 10 спортсменов 4 мальчика 6 девочек скажи пожалуйста и горы это твой первый сезон в качестве тренера отдельной группы можешь ты подвести какие-то итоги своей работы сезон получился хорошим не скажу что прям все получилось но какие-то основные задачи были выполнены группа у меня первую очередь молодежная ну и резервный состав и задача моей группы это подвести спортсменов уже непосредственно взрослой команде чтобы они пришли туда готовыми знающими что от них нужно умеющими чувствуется организм чтобы тренером уже старшим не пришлось их обучать каким-то зам даже понимание потому что все таки старшие группы это непосредственно подводка точнее там где мы для спортсмены готовятся к результатам высшего мастерства то есть это чемпионаты мира олимпийские игры кубки мира вот у меня такая некий промежуточный состав между юниорами и взрослыми взрослыми группами он ну и считаю что молодежь добавила очень сильно в этом году особенно ребята это сергей ордашев уже не раз заезжал в призы по взрослым и на молодежном мире своем занял второе место что тоже считается очень хорошим результатом для сергея в первый год на взрослом уровне вот кирилл келевнюк также проявил себя в некоторых гонках на молодежном мире на универсиаде он завоевал серебряную медаль личной гонки ну то есть у каждого спортсмена были свои хорошие старты где они показали свою состоятельность но также были конечно же и негативные моменты вот один из них это аида боя зитова готовились не с чемпионатом но немножко не рассчитали силы и аида перебрала и здесь на чемпионате конечно же не готова вот ну и вообще у нее из-за болезни вторая половина сезона конечно получилось скомканная вот ну если просто каждого буду говорить то время не хватит но в общем целом у команды есть медали на молодежном мире анна ничаевская выиграла медаль в эстафете бронзовую вот поэтому были положительные конечно ну двое спортсменов никак себя не проявили в этом году это алексей виценко и полина кальцина свои причины были не буду сейчас на них заострять внимание ну вот свое время когда вольган пиклер пришел в сборную женскую по биатлону он говорил о том что спортсменкам не хватает объемов они не готовы выполнять тот объем работы которым предлагает и по сути дела 1 там 2 1 год может быть второй даже год это был такой подготовительный для того чтобы вывести уже девчонок на точечную подготовку ппп по идее твоя группа это вот как раз и есть подготовительная такая группа для того чтобы уже в основной сборной выполнять точечный работает так ну конечно мы и я стараюсь то есть вывести сейчас молодых спортсменок на объем который близок в основных составах но естественно не каждая спортсменка и спортсменка и спортсмен не могут выполнить данный объем то есть у меня объемы по внутри группы даже разнятся подвел в итоге илья порожкин выполнил порядка девять сто девятьсот восемьдесят ну где-то получится наверно тысячи часов за год сергей ордашев 900 часов вот эти в километрах считает порожкин сделал в речь 11 тысяч километров и сергей чуть больше девяти тысяч ну то есть спортсмены то есть моей группе говорю есть и молодежь которая еще растет и взрослые спортсмены которые уже готовы выполнять высокие объемы и вот моя задача именно молодежь подтянуть к этим спортсменам чтобы уже попадя в основную команду они могли выдерживать нагрузки и самое главное у тренеров основных составов были данные на этих спортсменов то есть какой объем они выполнили какие их слабые сильные стороны потому что одно дело когда они тренируются в юниорской команде там они нету какой такой индивидуальной подготовки но это принципе не нужно там 18-19 лет а уже когда ты поднимаешься выше здесь у каждого спорт ну каждому спортсмену нужно где-то более индивидуально подходить и сейчас вот у меня сергей ордашев кирилл кириллюк переходит во взрослую команду то есть коллекорезовичу перевозчику и мы с олегарезовичем уже сейчас общаемся и к сезону я ему все цифры все данные по этим спортсменам дам он увидит их слабые сильные стороны то есть поговорим на чем на чем нужно бы заострить внимание какие слабые стороны и что нужно подтянуть я и в прошлом году вообще почему появилась идея создания такой группы потому что у нас юниоры выходящие во взрослый спорт часто попадали сразу же в основной состав и терялись там вот и тут делала кто-то говорит что эта подготовка в юниорском возрасте в юноша в юношах была неправильная а можем все-таки с другой стороны посмотреть может быть мы ну они слишком рано попадают в основной состав и у них нет вот этих там одного-два года чтобы еще окрепнуть еще подрасти потому что если брать допустим пример клэба когда он выиграл свой выиграл все на юниорском чемпионате мира его не включили в него ни в одну из команд основных не спринтовскую группу не дистанционно он тренировался своим дедушкой и ну такая молодежка была но они мало по сборам ездят и только на следующий год его включили спринтерскую группу в этом году его на 5 тренировал спринтерской группе может быть вот на следующий зону вовлють включат в дистанционную группу то есть они его так потихоньку потихоньку берегу да ну при этом он показывает результат скажи пожалуйста вот два партия у тебя переходит старшей группы и девчонок это уходит девчонок уходит а они не чаевская потому что видно было по этому сезону что именно по своему посомновательному что ей нужно тренироваться с девушками сильнее ее чтобы она за ними тянулась чтобы ну то есть ей прошу мы душ не как только начинали работать и я надеялся что может быть она такой как говорится волк одиночка но не волк одиночка то есть может сама тренироваться никого на обращать внимание на самом деле нет когда тренируешься один с молодыми спортсменами сразу выявляются какие-то сомнения там а все ли мы правильно делаем а как тренируются другие то есть но в принципе я считаю сама в этом году они добавила немного но добавила и по отдельным стартам кубка мира вот и на чемпионате мира но и понятно что есть нужно расти дальше и тот наверное результат который она показывает индивидуальных гонках не совсем устраивает команду я думаю она сама готова на больше для главное как говорится исправить некоторые слабые стороны свои что я уверен что она сможет сделать в группе у крамера с девчонками с ее уровня а скажи у тебя вот какая задача была на завершившийся сезон подготовить участников чемпионата мира универсиаде молодежи чемпионата мира вообще был ли главный старт у твоей группы или все-таки твоя задача подвести спортсменов к основной сборной вот именно что недавно думал на этот вопрос я молодежно чемпионате мира задумался только за две недели до его начала на может за три недели когда мне там сказали что слушай горном нужны же медали на молодежном мире вот так изначально брав ребят которые вышли из юниоров они уровне были не совсем высокого только сергей ордашев имел лично медаль на чемпионате на юниорском чемпионате мира но все равно если ты я понимал что придется соревноваться с ребятами 96 года это и большунов и собакарев и в мире еще несколько человек есть которые уже на кубках мира себя проявляют вот а сергей на чемпионате россии у него было по моему двадцатое место плане чемпионате россии попал за по взрослым вот поэтому как как таковых целей я не ставил мне главное было поднять их общий уровень чтобы они могли стабильно выступать по сезону как на молодежных соревнованиях до 23 лет так и по взрослым мы начинали стё и потом у нас были отборочные соревнования красногорск молодежное первенство мира финал кубка россии отборного универсиада универсиада то есть на всех этих стартах то есть спортсмен должен был мы готовились к этим стартом у кого-то если не получилось отобраться молодежными и точнее мы на молодежные первенства все отобрались но кто себя не проявил на молодежной первенстве могли проявить себя уже на универсиаде и самый главный то есть из молодежи в этом году все остались в смесь медалями не молодежного чемпионата мира так хотя бы универсиады понятно что это уровень наверное не такой высокий но то есть некая некая награда за работу в этом году они получили но понятно дело в следующем году им нужно делать еще шаг вперед скажи пожалуйста для тебя удивлением не было победы японцы на университете абсолютно не было абсолютно меня это не удивило потому что этот японец уже зарекомендовывался на кубках мира заезжая в мундер в двадцатку где-то залез и на чемпионате мира на 50 километрах он уверенно держался вот в первой группе которая разыгрывала там места по моему с 3 по 20 какое-то и извините меня он обогнал и мельниченко и спецовый этот японец то есть 500 японец крепкий особенно он хорошо бегать длинные дистанции и на первенстве мира по молодежи он бежал классикой хотя он рост я не знаю там метров пятьдесят может быть вот он бежал классика и заехал сразу за нашими ребятами 5 то есть пи наши первые были 1 2 3 4 и он сразу заехал то есть даже он классикой себя может где-то проявить поэтому я специально смотрел все гонки универсиады будучи нам в зеефельде вот я проснулся и видел увидел что японец с первых километров встал и пошел натягивать он был настроен мотивируем вот ребятам пяти километров как говорится не хватило за нему сидеть но искать ему было не разорно проиграть видно что спортсмену тоже не достаточно хорошего уровня скажи честно в прошедшем сезоне были моменты когда ты жалела сделанном выборе и уходе в свободное плавание именно по мне до никогда ни разу ни разу такого не было потому что ну наверно там самого начала работы мне это нравилось и от этого получал удовольствие и я понял что это тоже чем я хочу заниматься в будущем то есть меня проблем никаких не было хотя постоянно каких-то переездах командировках ну практически дома не бывают ни разу меня не было не пожалел о том чтобы вы сделал такой выбор ты весь сезон отработал с николаем панкратом помощниках следующем сезоне ваш тандем сохранится нет наш стандем не сохранится помощником в моем в следующем сезоне будет андрей владимирович нутрихин сектор кара да не сектор кара а его отпускает коми может там главный тренер не не он остается как-то будет помогать курировать но работать он будет со мной на постоянно постоянно знаю когда ты был спортсменом то начал изучать начал изучение норвежской системы подготовки лыжником лыжников будучи тренером применял это какие-то методики на практике и какие именно если применял ну как сказать я когда выступал и но результат уперся в стенку вот мне стало интересно узнать почему как тренера которые были в россии даже юрий михалыч каминский не мог ну ответить на те вопросы которые у меня уже были поставлены тогда я начал залазить в интернет на сайт олимпиад топин еще несколько сайтов где можно найти стать статьи скандинавских ученых я не скажу что там только норвежские то есть скандинавские вот начал как-то переводить какие-то статьи уже были переведены вот читать интересоваться вот там как раз я узнал что они очень много проводят тренировок на панно по их нему этот threshold intervals вот тоже меня заинтересовало сам начал пробовать использовать но у меня не было лактометра поэтому поэтому в основном все было так по ощущениям вот в прошлом году ездил в тренхейм специально нашу большинного пригласили на соревнования в тренхейм и попросился поехать с ним помогать ему ну и заодно за заехал в институт олимпиад open где пообщался с ойвандом сан бакином это одним из ведущих специалистов вот олимпиад open причем нет никакой закрытости ну я попросил с кем-то встретиться мне дали контакт его я с ним мы с ним где-то в районе часа общались причем там ждали дети его рядом ну то есть абсолютно открытый человек и принципе на все вопросы которые я ему задал он ответил но по поводу применения конечно же я что-то применяю но в первую очередь это я применяю не те вещи которые я прочитал те вещи которые уже были обработаны но с маркусом то что что использует маркус краймер какие-то какие-то сочетания каких-то тренировок с юрий михайловичем с каминским ты наверно с этим связываю что в этом году в основном у моей группы большой прирост именно спринтерских гонках то есть все спортсмены добавили спринтерских дисциплинах дистанционный гонка тоже прирост получился но не такой яркий как свинтах тут тоже это потому что у меня был работой с юрий михайловичем каминским как спортсмена и как его помощника перед фауном 2015 года а скажи пожалуйста вот ты хотел пройти курс вот эти тренерский в олимпиад open да есть такие курсы в олимпиад open я давно узнавал расписание но это достаточно сложно все реализовать потому что график не позволяет нужно выезжать какие-то периоды времени плюс ну организационно не так не так просто раньше ты рассказывал что в период твоя работа в группе крамора не все спортсмены выдерживали твоей скорости и объема когда ты стал работать самостоятельно что-то поменялось в этом плане ты также тренируешься спортсменами ну я работал с маркусом не сказать что бы вы были были тренировки когда да я выходила свеженьким спортсмены уже были немного утомлены и понят дело что я от них уезжал то есть уставал за саша легковым легков всегда был в голове и до и половина спортсменов то есть отставали ехали сзади ну по я делал что так два три четыре дня потренировался там сам взял отдохнул когда мне нужно спортсмены дальше тренируется с не в этом плане легче было с маркус у меня была возможность тренироваться на практически каждый день потому что ну маркус как говорится управлял процессом ходился я уже то есть то тут то там какие-то то есть задания задания выполнял вот в этом году у меня роль уже как раз непосредственно организатор я не могу как сказать с одним спортсменом поехать куда-то там на круг а другие спортсмены в это время будут брошены поэтому как правило уже находишься где-то в одной точке переходе чтобы к по по максимуму захватить охватить всех 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 десятерых спортсменов которые не тренируются поэтому да уже даже немножко сейчас думаю встрою план на весну как где буду тренироваться чтобы немножко себя форму привести потому что бывают периоды когда прям уходишь из из формы а кстати вот ты рассказал о тех кто уходит из твоей группы на кто приходит а на самом деле еще все процессе обсуждения тренерский совет сегодня будет внутри федерации ну тренер совет федерации лыжных гонок россии и в конце апреля будет президент где будут уже утверждаться эти списки но я не думаю что сейчас можно все это какой-то секрет будет но назову фамилии у меня будет останется порожкин и алешина из порожкин алешина взрослые спортсмены также из молодежи у меня останется мацокина боязитова мацокина боязитова вот придут из ребят это вичка на владислав придет от юрий викторовича филимонов denis это после 99 года выходя сейчас из юниоров и горбунов иван спортсмен который ни разу не был ни в одной из команд то есть не отбирался не на молодежными не на юниорские меры и ранее на юношеские но то есть выиграл в этом году первенство россии по юниорам достаточно то есть уверенно был призах ну и то есть берем как говорится на потенциал в принципе как прошлом году я брал порожкина то есть он ну результат как говорится еще не то что не заслуживал но был не какой-то выдающийся но я думаю дан данные у нее должны быть хорошие и и он не прошел вот это еще такую взрослую подготовку надеюсь что будет у нее результат вот и из девушек будет тренироваться у меня приходит она у рук вина тоже спортсменка 99 года призерка юниорского мира в эстафете этого года и по моему 5 она была в личной гонке смирнова екатерина то есть спортсменка уже не молодежь но в этом году у нее были яркие выступления и все и она была заняла второе место в одной из гонок и на универсиаде по моему трехкратная до серебряная призерка в одни ноги боролась с алисы жамбаловой естественно в этом году нужно рассмотреть попробовать то что она также был не была никогда в составе сборной команды только по моему один год она была в юниорской команде то есть посмотрим а поле боится также 10 человек поле ноги останутся колесами как нет полина кажется на точно не останется вопрос по некрасовый открыт есть свои будет обсуждать будет еда есть что обсуждать то есть там три спортсменки на одно место мы сейчас тренерами будем это обсуждать и президиум уже надеюсь утвердит и вообще вот все фамилии которые назвал это в процессе обсуждения это все это будет еще обсуждаться у нас в одном из интервью ты сравнил лыжников со скрипками страдивари кто из твоей группы максимально близко близок к идеальному звучанию на самом деле я цитировал маркуса маркус так ой не маркуса кстати по моему это юрий анатольевич черковский даже заговорил что ну спорт такие спортсмены как этому стюгов больше но это как скрипки страдивари то есть на них нужно уметь играть мне сложно сказать кто в моей группе страдивари потому что еще раз говорю у меня ко мне приходят спортсмены молодые молодежного уровня я уверен допустим когда большинов приходил к юри викторовичу из юниоров юрий викторович вы никогда не сказал что большин опыта страдивари поэтому в моей в моей группе таких нету вот но я надеюсь что мы сделаем из них страдивари страдивар как скрыть лучше да сделаем скрипки из них скажи пожалуйста ты что-нибудь слышал о проекте на лыжи да я слышал о проекте на лыжи во первых в прошлом году я уже знал проводится соревнования для юноши и девушек в прошлом году еще не интересовался какие возрастные категории а в этом году уже это по моему финал на в красноярске проводился на радуге да даже уже там смотрел какие-то протоколы вот то есть там сейчас так уже интересно там смотреть кто появляются там 15-16 летние ребята потому что я я все равно думаю что хоть у нас игре что ничего хорошего когда человек на 15-16 лет уже показывает высокий результат на самом деле это не так та же самая фрида карлсон которая сейчас взяла медали на юниорском ой на взрослом чемпионате мира будучи юниоркой она уже ее уже приметили с 15-16 лет в швеции она никого близко себе не подпускала также сейчас в норвегии есть фоссес холм она уже она 2000 еще 2001 года такие еще получается сколько там 18 18 лет она на чемпионате норвегии вот я заехала шестой по всем на взрослым чемпионат взрослым до 6 во всем это же ее уже на 1 2 3 год и и уже ведут ну как ведут то есть за ней присматривают вот я считаю что нам тут тоже нужно за одаренными спортсменами понятное дело что мы не можем сказать точно там кто одаренный точнее кто будет одаренным да кто-то раньше созревает кто-то позже но уверен что сейчас уже можно я вот я был кстати 22 дня на сметаниной тоже смотрел ребят и ну и видно что кто-то уже кто-то бывает выделяется вот и вот таких спортсменов конечно нужно нам за таким пример нужно присматривать в первую очередь смотреть как они тренируются нет ли у них форсирование подготовки то есть за счет чего они так сильно бегут сейчас в данном возрасте может быть какие-то тренировок приглашать на какие-то консультации интересоваться какой объем выполняют спортсмены данного возраста даже понятно когда спортсмену 15-16 лет и он уже начинают идет через повторки подводится то есть постоянно какой-то такое форсирование конечно же в этом ничего хорошего нет вот ну для этого мы можем допустим таких тренеров ну подсказать потому что повторки это уже в наших командах мы должны делать вот поэтому проекте на лыжи да я слышал в первую очередь потому что лишний старт для юных дарований себя проявить вот ну и также активно активной трансляции там чемпионатов россии освещение чемпионатов мира нравится и я подписан в инстаграме очень часто смотрю прямые эфиры интервью ну я считаю что это хорошее дело и это полезно ты вчера рассказывал что спринт смотрел да нашу трансляцию youtube да я был как раз на сметаниной и специальный финал посмотрел уже на ю тубе причем я сначала искал в этом в stories но понял что я и вспомнил что на ю тубе же трансляции тоже все открыл трансляцию на ю тубе в принципе вот финал финал вообще отлично посмотрел то есть достаточно активно до информативно то есть увидел где серёга проиграл ордашев то есть за счет чего бы все и уже разговаривая с ним я уже не там говорю это ну сегодня было сегодня у тебя не было шанса выиграть парфенова вот так что может быть так бы этом расстроился бы там второго места если он бы там воздушке так это какой совет ты как тренер ближайшего резерва основной сборной можешь дать юным спортсменам но только один наслаждайтесь лыжными гонками отлично спасибо большое беру спасибо 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 Продолжение следует...